Сегодня я хочу начать с того, что американский критик Энтони Лейн в критик журнала Нью-Йорк где-то два года назад написал статью по фильму немецкого режиссёра Майкла Хеннеке. И он в начале этой статьи говорит, что есть два типа фильма. Фильмы на 6 часов вечера и на 9 часов вечера. Фильмы на 6 часов вечера смотрите в 6 часов вечера, потому что когда вы заканчиваете смотреть фильм, хотите пойти в ресторан или в бар и поговорить со своими друзьями об этом фильме. Не можете пойти спать перед этим. А фильм на 9 часов вечера это такой попкорн, лёгенький фильм, он закончился, вы забыли о нём и в общем-то спите спокойно. Примеры фильмов на 6 часов вечера это великие режиссёры. Примеры Ингмара, Бергмана, Жанра, Ренуара, Андрея Тарковского. Хотя все, кто видели «Сталкер», согласятся, что это фильм на 10 утра, потому что нужен весь остальной день, чтобы переварить то, что вы увидели. Большинство летних блокбастеров это фильмы на 9 часов вечера, это такие фильмы-карусели. Посмотрел и забыл. Однако иногда граница между 6-часовыми и 9-часовыми фильмами очень размытая. Вам кажется, что вы смотрите лёгенький фильм, а это не такой лёгкий фильм. И наоборот. Я вот подумал о таких 9-часовых фильмах, которые превращаются в 6-часовые фильмы. Я думаю, прекрасный пример фирм Оливера Стоуна «Взвод». Вы сначала думаете, что это лёгкий фильм, но он не такой лёгкий. Или недавний фильм Джонни Деппа «Превосходство» в искусственном интеллекте. Если вы его смотрели, то согласитесь, что это фильм на 9 часов вечера. Или не совсем. Потом есть такие потрясающие фильмы с Биллом Мюрреем «День сурка». Вы можете подумать, что это лёгенький фильм на 9 часов вечера, но там что-то больше захватывает ваше внимание. С другой стороны, «Планета обезьян» – блокбастер, но он подлежит какой-то дискуссии. Я говорю это всё, потому что многие люди могут подумать, что «Альфред Хичкок» – это очередной фильм на 9 часов вечера с небольшими исключениями. Это совершенно не так, потому что темы, которые он исследует, они звучат во всех фильмах за его 50-летнюю карьеру. Это всё фильмы на 6 часов вечера. Не важно, есть там голливудский гламур или нет. Жанр, трейлер. И вообще забудьте, что его фильмы такие эстетичные. Я хочу сказать, что это режиссёр, который фильмы снимает на 6 часов вечера, потому что он мастерски исследует такие темы, как зависть, ревность, ненависть и так далее. Сегодня мы будем говорить о фильмах Альфреда Хичкока. Завтра здесь будет Джон Свинни делать импровизацию с российским пианистом. Потом в четверг будет Чарльз Барр, эксперт по Хичкоку, будет рассказывать о периоде нового кино в карьере Хичкока. Потом мы будем говорить также в различных лекциях о стиле, о моде, фильмах Хичкока и так далее. И в течение недели вы узнаете, что очень многие эти темы, они созвучны. Если вчера вы слушали лекцию Робина, вы, наверное, заметите, что я некоторые его темы повторяю. Но сегодня поговорим с вами не только... Мы говорим не об Альфреде Хичкоке-человеке, а о бренде Альфред Хичкока. Чтобы подчеркнуть масштаб его работ, мы должны понять, кем был Альфред Хичкок. Для многих людей он, наверное, больше знаменит, чем его фильмы. Многие слышали его имя и не смотрели ни один из его фильмов. Прежде чем продолжить, я подумала, что было бы неплохо увидеть самого Хичкока в действии. Это клип с самых первых эпизодов, где написано Альфред Хичкок представляет 1955 год выпуска. Вот здесь мне нужен техник, чтобы помочь с видео. Альфред Хичкок Добрый вечер, я Альфред Хичкок, и сегодня я представляю первую серию загадочных историй под названием «Достаточно страшный». Я, Альфред Хичкок, не буду играть в этих сериях, но я буду появляться в эпизодах. Для тех, кто не может читать, я буду озвучивать названия каждой серии и буду подчищать за своими героями, если они не убрались в кадре. Извините, по-моему, актриса уже подошла. Хочу сказать, что мы должны рассказать вам кое-что интересное, что мы не сделаем. Как я уже сказала, с 1955 года, с первого эпизода Альфред Хичкок представляет. Серия называется «Месть». Режиссером был Хичкок. Это была идеальная сценка для него. Молодая парочка, молодожены приезжают в трейлер-парк. Муж работает, и в это время на его жену нападают. Когда он возвращается, он хочет найти присутника, который напал на его жену. Она вдруг замечает человека и говорит, что это он. Мужчина идет и мстит этому человеку. Потом они едут дальше, и жена говорит, вот он, нет, вот он, вот он, вот он. И она показывает на каждого мужчину, которого видит. Это потрясающий метод, который использовал Хичкок. Типичное хичкоковское решение. Извините, если я испортил конец этого фильма для вас, рассказав его. Но телевидение, надо сказать, сыграло важную роль в формировании имиджа бренда Альфреда Хичкок, который мы все знаем. Он один раз сказал, что телевидение принесло убийство обратно в дома, где убийство когда-то происходило. Он делал свое имя среди миллионов людей и рассказывал о себе миллионам зрителей через свои телепрограммы. И поэтому он сам стал живым персонажем. Он представлял каждый свой эпизод лично, чтобы и люди знакомились с его черным юмором. А еще само название его шоу тоже говорит само за себя. Альфред Хичкок представляет. Просто удивительно, что в то время режиссер мог стать таким известным и использовать свое имя как бренд. Я думаю, что еще другой такой известный кинорежиссер это Чарли Чаплин. Но может быть вы скажете еще Стивен Спилберг тоже в этой категории. Но я думаю, что важно про Хичкока сказать, что во многих смыслах он был первым современным кинорежиссером. Он был известным в эпоху, когда режиссеров не очень-то знали. Он был известен. И это произошло благодаря изменениям в кино 60-х годов. И сегодня мы ассоциируем фильмы с режиссерами Жан-Люком Гадаром, Артином Скорцезе или Квентином Тарантино. Но в 40-е и 50-е годы в основном были известными людьми продюсеры, а не кинорежиссеры. Пример 1939 года «Унесенные ветром». Никто не говорит, что это фильм режиссера Виктора Флеминга. Говорят, что это фильм Дэвида Олселсника. Это был продюсер фильма. И это человек, который привез Хичкока в Америку. И Хичкок снял свой первый фильм «Ребекка». Хичкок был мастером начальных титров фильма. Его первый фильм «Сад удовольствий», который мы покажем вам на этой неделе, там в начальных титрах не написано Альфреда Хичкока представлять. Там показан автограф Альфреда Хичкока. Даже в столь молодом возрасте он понимал, как важна его работа и как важно его имя. И он хотел, чтобы люди связывали его работу с его именем. Поэтому он часто появлялся в своих начальных титрах. Большинство режиссеров это не делают. У меня два примера. 1960 год, фильм «Психоз», начальные титры, где режиссер представляет вам место действия, которое вы увидите в фильме. Добрый день! Вот мы видим небольшой тихий мотель, который находится недалеко от главной дороги. И вы видите, здесь все идеально и гармонично. Но на самом деле, это место уже стало известным, как сцена, место преступления. Этот мотель также имеет задний двор, на котором стоит старый дом, который, если я так могу выразиться, выглядит менее идилличным и менее прекрасным, чем сам мотель. И в этом доме, в этом старом доме, произошли самые ужасные события. Давайте зайдем внутрь, потому что снаружи дом выглядит немножко иначе, чем изнутри. Вот это окно на втором этаже. Вот где мы впервые видели женщину. Давайте зайдем в дом. Опять же, это очень такое забавное чувство юмора, которое Хичкок нам представляет. Но он представляет нам не только тему, сам себя тоже представляет в камере. И потрясающий режиссер, конечно. Он понимал, как важно быть перед камерой и продавать свой фильм аудитории. Во многих смыслах «Психоз», фильм, который мы знаем, «Помбы», наверное, не был таким, каким мы его знаем, если бы не было вклада в появление Хичкока там. Были фильмы «Вертиго», были фильмы «Птицы», «Деньги». К северу от Норвеста крупные голливудские высокобюджетные фильмы были. И «Психоз». «Психоз» — это был личный проект, и Голливуд не вполне хотел его продюсировать. И поэтому Хичкок пригласил свою телевизионную команду, чтобы снять этот фильм. И это придало фильму особую эстетику. И фильм выиграл от этого, нежели если бы Голливуд финансировал и сделал большой цветной фильм «Психоза». Итак, его подпись появляется в начальных титрах фильма. И есть еще одна причина, почему Хичкок так хорошо известен. Робин вчера говорил об этом. Это эпизодические появления Хичкока в своих фильмах. Из 52 существующих фильмов Хичкок появился в 39. Его первое появление было в 1926 году в фильме «Жилец». И Робин показывал его уже прошлым вечером. Он появляется спиной к камере, но в конце фильма там толпа, и он там появляется, уже мы видим его лицо. Он появился еще в других двух фильмах, «Легкое поведение» и «Шантаж», которые вы увидите на этой неделе. В «Легком поведении» он ходит с тросточкой мимо теннисного корта, а в фильме «Шантаж» он появляется в метро. В 40-х практически каждый фильм, в котором появлялся Хичкок, один из моих любимых, фильм 48-го года «Веревка», он там тоже появляется. И появляется необычным образом его подпись. Там в начале фильма неоновая вывеска Альфред Хичкок представляет, появляется в небе над городом. Это, наверное, мое любимое появление Хичкока в эпизоде, наверное, 55-го года фильм «Поймать вора», где Кэрри Грант убегает от полиции, и он садится на автобус, садится на заднее сидение в автобусе, а Хичкок сидит рядом с ним, и они обмениваются странными взглядами. Это тоже тот своеобразный юмор, который Хичкок своей личностью вносит в фильм и в начальные эпизоды, в начальный трейлер фильма. Хочу показать вам фильм 1972 года. Наверное, самые сумасшедшие титры из фильма «Френзи» это фильм, от которого я, скажем так, не фанатею, но Хичкок там очень странным образом появился, поэтому хочу показать вам первые полторы минуты фильма. Вы, наверное, удивляетесь, почему я плыву так над Лондоном. Это одна из самых известных рек, река, где произошло убийства. И эта река – это место очень ужасного преступления. Еще одно жестокое убийство. Конечно, никто никогда не может быть уверен, где опасность. Говорят, что самые страшные преступления происходят прямо на пороге дома. Мое расследование привело меня в этот невинный домик. Таких сотня в Лондоне, но я не думаю, что мы должны оставаться здесь долго. Здесь что-то неприятное будет происходить. Фильм «Безумие» Френзи в Новгород Он «Безумие» Р東 Вот, вместо еще одного ужасного убийства, это известный лондонский рынок цветов и продуктов, Ковенгарденский рынок. Здесь вы можете купить продукты и стать свидетелями ужасных событий. Да, интересно, как за 12 лет поменялись трейлеры к фильмам Хичкока. Опять же, здесь Хичкок уже в полной мере осознает важность его бренда и заглавия фильма. Как вы видите, было урезано, и музыка напоминает людям о фильме «Психоз», который вышел 12 годами раньше, чтобы вы понимали, чего ожидать от Хичкоковского фильма. С другой стороны, Хичкок все-таки меняет фильм, и вы с нетерпением ждете, что же будет в этом фильме. Итак, Хичкок появлялся в эпизодах в телевидении, он давал интервью газетам и журналам. Хичкок-человек и Хичкок-фильм стали неразрывно связаны. Если вы смотрите фильм, вы думаете о режиссере, а когда думаете о нем, думаете о его фильмах, которые он снимал. Хичкок во многих смыслах олицетворял свои фильмы. И именно здесь начинает формироваться бренд Хичкока. Он, конечно же, добавлял этому бренду не только тем, что был хорошим человеком, у которого было приятно приятное интервью, но и обравлял потрясающим чувством юмора. Например, про фильмы он говорил, что драма — это жизнь, из которой вырезаны скучные куски. Или говорил, что длительность фильма должна быть напрямую зависима от размера мочевого пузыря человека. Про триллеры он говорил, что снимайте свои убийства как сцены любви и сцены любви как убийства. И еще говорил, что в выстреле нет страха, есть только ожидание страха. А про актеров он говорил, что мне один раз сказали, что я говорил, что актеры — это стадо. Мои актеры знают, что я бы никогда не смог сказать такую бездумную и грубую вещь. Я бы никогда не назвала их стадом. Я, наверное, говорил, что к ним надо относиться как к стаду. И он говорил еще, что блондинки — лучшие жертвы. Они как первый снег, на котором ярко видны отпечатки крови. Последняя фраза, наверное, особенно важна в плане того, какой был имидж у Альфреда Хичкока. Два фильма, которые были сняты про Хичкока недавно. Один фильм называется «Хичкок», и второй, в котором снимался Энтони Хопкинс и Элен Миррен. Довольно развлекательный фильм. И второй теледрама, которая называлась «Девушка». Фильм посвящен тому, как снимался фильм «Птицы» и отношениям Хичкока с его звездной актрисой Типи Хеддрен. Я думаю, что, по-моему, жена Хичкока, Альма, видела эту девушку в рекламе, а потом пригласила ее сниматься в «Птицах». Итак, что же было? И в этом фильме, в фильме «Девушка» показана более жестокая сторона личности Хичкока. Есть две биографии Хичкока, две известные биографии за последние 15 лет, изданные «Донор Гаспорта. Темная сторона гения», где темная сторона личности Хичкока больше освящена. Я думаю, что это довольно такая не очень хорошая книжка. И вторая книга Патрика МакГиллигана «Жизнь в свете и темноте», которая посвящена гению Хичкока. А истина, наверное, где-то между этими двумя книгами. И здесь речь отнюсь не в том, что Хичкок любил манипулировать своей персоной. Нет. Если бы я взял отрывки, которые бы показали весь садизм личности Хичкока, это было бы очень легко. Но с другой стороны, можно выбрать сцены, которые показывают всю нежность и треперность, которую Хичкок чувствовал по отношению к своим персонажам. Я покажу вам два примера. Первый из его шедевра 1935 года «39 ступеней». В фильме актер Роберт Донат играет роль Ричарда Ханнея, человек, который бежит от полиции из-за преступления, которое он не совершал. И, вы знаете, эта тема постоянно повторяется во всей карьере Хичкока. Очень много сюжетов построено вокруг преступления, которое человек не совершал. И так он надеется найти истину в Шотландии. И он ночью идет по пустынному пейзажу и подходит к фермеру с просьбой переночевать у него. Эту сцену надо посмотреть по ряду причин. Во-первых, мне нравится, как новость об убийстве узнают герои. Во-вторых, взгляды между персонажами очень разные, означающие разные вещи. Там есть женщина, которая очень несчастна в своей ситуации. Она говорит о Глазго. И она говорит, как хотела бы она вернуться в Глазго и наслаждаться там жизнью. Ханне она нравится, но, с другой стороны, он озабочен ситуацией, потому что он человек в бегах. С другой стороны, есть фермер, который начинает что-то подозревать в этой ситуации. И в последние моменты этой сцены мы видим замечательную сцену, которая могла бы присутствовать в любом немом кино Хичкока, который вы увидите на этой неделе. И так 39 ступеней. Это ваша дочь? Нет, моя жена. Может, вы зайдете? Спасибо. Вот ваша постель. Вы, наверное, устали. Ну, как вам сказать, я проделал долгий путь. Вы из этих мест? Нет, я из Глазго. Вы бывали в Глазго? Там просто замечательно. И у нас есть кинотеатр Глазго. Ну, а здесь? Здесь нет ничего интересного. Вы скучаете по родням? Иногда. Я никогда не был в Глазго. Я был в Эдимбурге. Я ищщи. Я ищи. Я ищи. о чем вы говорите я говорю вашей жене о том что я живу в городе в деревне ужин уже готов можно я почитаю газету вы не сказали как вас зовут ричард хани но господин хани разделитесь нами но м м м м м м Я, по-моему, забыл выбирать дверь в сарае. Субтитры создавал DimaTorzok Мне еще в этом последнем эпизоде очень нравится, что муж, наверное, думает совершенно другое, не то, о чем они говорят. Через два дня Чарльз Барр будет читать лекцию о влиянии немого кино на последующую карьеру от Шута Хичкока. Мне еще очень нравится то, что это очень эмоциональный эпизод, один из самых моих любимых фильмов Хичкока. И опять же, здесь важны взгляды сцена между Ханьем и женщиной, когда он глазами говорит, я не совершал этого убийства. Опять же, возвращаемся к опыту Хичкока немого, к опыту в немом кино. Ханье говорит, о, это в самом начале, говорит, это ваша дочь. Мужчина говорит, нет, это моя жена. Вы знаете, я один раз был молодым, ошибся и спросил у одного парня, это твоя мать? Он сказал, нет, это моя жена. Никогда еще женщина не смотрела на меня с большей ненавистью, чем в тот момент. Это один из лучших фильмов, мне кажется, который сделал Хичкок. И так же, как и в фильме Дэвида Линча «Синий бархат», который он снял 40 лет спустя, «Хичкок», разрывает тот стереотип, что американские городишки – это идиллия. В фильме «Тень сомнений» 43-го года мы раскрываем серийного убийцу. Это дядюшка Чарли, дядюшка Джозефины Коттон. И посмотрите, что происходит между дядюшкой Чарли, Киллером и его племянницей. Конечно, она не догадывается, кто ее дядя, но обратите внимание, как меняется настроение в фильме. Все начинается очень весело и громко. Потом сестра Чарли говорит о том, что она хочет поговорить с ее друзьями. И потом в разговоре дядюшка говорит, что все эти толстые женщины, они как коровы, которых надо пристрелить. И потом мы смотрим на лицо племянницы и смотрим, что у нее очень страшное выражение, странное выражение лица. И когда она говорит, он внезапно поворачивается, дядюшка Чарли, и смотрит на нас. Сережа, это Тамара, это Тамара, Сережа. У меня начал пропадать в угол под конец, когда он говорил, пропадал. Я такая веселая, вино на ужин. Чарльз, помнишь, когда Джон женился, мы пили шампанское. Да, и помнишь эти пузырьки? Да, важно. Это важно? Да, важно Фрэнки. А помнишь его шуточки? Да, помнишь, как он напивался? Да, да, он все делал через край. Чарльз, я обещала миссис Крин, что ты произнесешь небольшую речь на женском собрании. Чарльз, ты произнесешь небольшую речь на женском собрании, о чем? Скучно в женских делах. Что за аудиторию? Все женщины моего возраста в основном домохозяйки. Знаете, города разные. В городах много женщин разных, разного возраста. Но там в основном мужчины заняты погоней за деньгами. Деньги потом нужны женщинам. А женщины, они используют эти деньги, проматывают. Вы видите их в отелях, в лучших отелях, тысячи этих женщин, которые пропивают деньги, проедают их, они теряют их, они пахнут деньгами. Они очень гордятся своими драгоценностями. Ужасные. Они все увядшие, толстые, жадные женщины. Но они же люди. Они люди? Разве? Разве Чарли? Разве они не толстые, жирные коровы? Что происходит с коровами, когда они становятся слишком старыми и толстыми? Да, коварный человек. Хотя очень интересно было посмотреть на этих двух характер персонажей. Город, в котором живут эти толстые, обрюзшие люди. И Ричард Ханни, который производит впечатление цивилизованного человека. Если вы не смотрели фильм «Тень сомнений», очень советую посмотреть. Потрясающий фильм, много загадки в нем. Очень многие люди пишут о хичкоковских приемах. Насколько по-хичкоковски тот или иной эпизод снег. И надо сказать, что это все подпитывает наше представление о персоне Хичкока. Но на самом деле биографы создали целый ряд хичкоков. Это гения, вдохновленного художника, садиста, извращенца. Много лиц хичкока они создали. Надо еще сказать, что и Чарльз об этом будет говорить, что Хичкок эгоист, наверное, известен нам больше всего. И, наверное, этот эгоизм обусловлен тем, что Хичкок больше всех работал над своими фильмами и вносил своих власть. Я думаю, что Хичкок самый интересный персонаж. Для меня он стоит рядом с испанским режиссером Льюисом Буэллом и с Орсоном Уэлсом в плане интересной личности кинорежиссера. Это титаны кино, которые одержимы своей работой. Я не думаю, что Хичкок искал идеала. Нет, наоборот, он искал недостатков среди людей и эксплуатировал их. И, конечно же, он очень интересно экспериментировал с фильмом и с материалом. И в результате некоторые фильмы были лучше, чем другие. Однако, если и были недостатки в его фильмах, очень сильно мною любимы, то я приведу вам пример сценки из фильма 1959 года «К северу от Норвеста». Я покажу вам один кусочек, я потом его повторю. В этом кусочке что-то неправильное в этой сцене. Я сейчас запущу и прошу вас, внимательно смотрите, вы заметите эту ошибочку или нет. Я спрошу у вас после этого видео. Смотрите внимательно. Если вы не против, я возвращаюсь домой сейчас. Одну секунду. Вы оставьте меня в покое. Оставьте меня в покое. Оставьте меня в покое. Назад. Вы что, с ума сошли? Назад. Мы не можем вмешиваться в это дело. Оставьте ее в покое. Ладно. Что-то было не так. Что-то было неправильно в этом фильме. Я хочу спросить. Вы заметили персонаж в этой сцене, который сделал то, что не должен был делать? Нет, не говорите, что это. Можете сказать, кто этот характер, кто этот персонаж был? Ребенок, точно, замечательно. Знаете, каждый раз я показываю, никто не может ответить. Вы первый человек, который сумел ответить. Не смотрите на действие. Вместо того, чтобы смотреть на действие, посмотрите на маленького мальчика в правом нижнем углу. И посмотрите, сколько раз этот эпизод снимался. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, это доказывает, что никогда не работай с детьми и с животными. Или, как говорит один из героев в конце фильма в джазе, только девушки, у каждого свои недостатки. Спасибо за внимание. Спасибо.